Сегодня, прежде чем мы будем говорить о том, что предлагает наша компания, давайте мы сначала разберемся, а во что предлагает компания инвестировать. Какой взяла она для себя инструмент, для того, чтобы можно было понять, а действительно это интересно, а действительно ли это направление занимает такое место в нашей поседневной жизни, что оно перспективно. О криптовалютах сегодня не слышали, но, наверное, очень мало людей, у кого кто-то профессионально в этом разбирается, а кто-то просто-напросто слышал, да, вот такое существует, все об этом говорят, то, что такое, говорят, я не знаю. Вот давайте мы с вами разделимся так, единичку поставьте тот, кто не знает, что такое криптовалюта, не понимает, просто слышал, и десяточку тот, кто это знает. Давайте просто посмотрим, какая категория сегодня у нас собралась. Ребят, только честно, ничего в этом страшного нет. Десяточка и единичка. Да, ой, елки-маталки, у нас сегодня, ну смотрите, да, вот, есть еще что, есть люди, которые о криптовалюте мало слышали. Я понимаю, что сегодня у нас пришла подготовленная аудитория, правильно? Вот, давайте мы вот просто для тех людей, которые не знают, вот сейчас мы с вами разберемся. Ребят, не буду говорить, что такое криптовалюта, прочитайте в Википедии, даже не хочу время отнимать, потому что это каждый сможет сделать. Давайте будем разбираться в экономических показателях. Что такое рынок криптовалюты на сегодняшний день? То есть, когда мы с вами берем аффилейтные деньги, это российский рубль, украинская гривна, казахский ТНГ, американский доллар, да, великобританский фунт стерлингов, вот это называется аффилейтная валюта. Ходит ли сегодня эта валюта в повседневной жизни? Конечно, потому что мы за эти деньги покупаем необходимые себе товары и услуги. Давайте посмотрим объем этого рынка. В 2015 году это была вот такая огромная цифра. И в том же самом 2015 году рынок криптовалюты, который ходит практически внутри интернета и начал выходить на внешний экономический рынок, но в основном это были юридические лица и часть небольшая, там частных предпринимателей. То вот этот рынок составлял, посмотрите какую цифру, не передать словами, это получается в 1 миллион раз меньше, в 1 миллион раз, но это же конечно непостижимые цифры. А теперь смотрите, что говорят аналитики, что говорят профессионалы на этом рынке, что с 2025 году осталось 9 лет. Этот рынок вырастет с 0,4 триллиона до 200 триллионов. Ребята, ну это колоссальный рост, просто колоссальный рост. Представьте себе, что ваш рынок, если вы сегодня производите одну буханку хлеба, то через 6 лет, да, вернее, через 9 лет вы будете производить, у нас тут получается цифра, несколько тысяч раз больше. Это просто колоссальный рост. Почему так происходит? В одной простой причине. Криптовалюта от обычных денег имеет себе очень интересные свойства. Первое, когда мы переводим деньги от человека к человеку, это минимальная комиссия. Нам не надо идти в банк, стоять очередь, переводить деньги человеку, используя там свифт-перевод, да, или какие-то платежные системы, там, маниграммы и так дальше. Нет, мы просто садимся в кабинете у себя и со своего кошелька переводим на кошелек человека, живущего совершенно в другом конце мира, буквально в считанные, ну, в течение часа, потому что идет подтверждение транзакции биткоина в современной криптовалюте, это буквально в течение нескольких минут. Комиссии, которые в сотни раз дешевле, чем комиссии, которые берет банк. Нам это выгодно? Выгодно. Вот почему у криптовалюты есть одно положительный момент. Второе, без инфляции. Слово инфляция в странах СНГ в последнее время, кажется, всех заставляет дрожать, потому что уровень инфляции у нас такой, что ты понимаешь, что если ты сегодня зарабатываешь эти, сегодня считаешь свою зарплату, ты прекрасно понимаешь, что на следующий год ты на нее купишь гораздо меньше. А зарплата, зараза, не увеличивается. И увеличивать ее никто не желает. Почему без инфляции? По одной простой причине. Невозможно криптовалюту печатать так, как печатают наши национальные банки на своих монетных дворах бесконечное количество бумажных денег. Не можно этого сделать, нельзя, вернее, этого сделать, да? По одной простой причине. Потому что количество криптовалюты ограничено. То есть есть четко там 10 миллионов монет, 100 миллионов монет, все, точка. Не может быть 100 миллионов и одной монеты. Вот почему здесь нет инфляции. Здесь есть разный курс, но инфляции здесь нет. Это защищенность, это децентрализация. О чем мы говорим? Никто не может прийти и сказать, нет, я давай еще дополнительно напечатаю, потому что рынку не хватает. Ничего подобного. Если рынку не хватает, стоимость монеты будет просто-напросто расти. Вот это так и объясняется. Неослежимость делок, анонимность, прозрачность и так далее. Вот в чем уникальность рынка криптовалют сегодня. И он с каждым днем все жестче входит в нашу поседневную жизнь. Не за горами тот момент, когда мы будем с вами спокойно, имея криптовалюту, одну, вторую или третью, приходить и рассчитываться в магазинах за хлеб, на заправках за бензин, например, в кинотеатре за то, чтобы посмотреть кино. Но это не за горами, это буквально несколько лет, и это все будет поседневно в нашей жизни. Почему? Вот откуда аналитики берут такой огромный рост хождения рынка криптовалюты. Я думаю, что вы все разобрались. Дальше. Давайте еще показатели, да, посмотрим какие. Вот это практически то, о чем мы с вами сейчас говорили. Что происходит с биткоином, пионер криптовалюты? Ну, я думаю, что все слышали слово биткоин сегодня, или можете прочитать в интернете, не проблема. Смотрите, еще буквально в 2011 году он стоил совсем чуть-чуть. Смотрите, что происходит сегодня. На сегодняшний день, вот если я сейчас посмотрю, я вот как раз гляну, да, то вот, например, на данный момент он стоит 738 долларов. У него были взлеты, были падения. Но если брать, брать общую картину, мы видим постоянное увеличение роста. Сейчас этот рост идет стабильно. Но почему? Опять-таки, потому что появился действительно реальный инструмент, как биткоин участвует в нашей поседневной жизни. Вот почему сейчас нету таких вот огромных скачков вверх или вниз, а идет нормальный стабильный рост вверх. Потому что увеличивается спрос на эту криптовалюту. Потому что ее все больше и больше используют в качестве платежного средства. Дальше. Помимо биткоина, у нас есть еще другие криптовалюты. Одна из самых известных. Это эфириум, да, эфир. Дальше стимит и так дальше. Так как есть уже несколько криптовалют, то, соответственно, что стало появляться в нашей жизни? Криптовалютные биржи. Это те площадки, на которых мы можем с вами купить валюту, продать валюту. Допустим, обменять валюту на доллары, на евро, на другую криптовалюту. То есть это те же самые инструменты, которые существуют в нашей жизни, когда мы хотим поменять, например, гривну на российский рубль, доллар на казахский тенге или наоборот. Банки это делают всегда на биржах валют. А уже потом предоставляют услуги для населения. То же самое сегодня, ребята, те же самые инструменты есть и у криптовалют. Поэтому я говорю, это полноценный инструмент в новом финансовом секторе. Вот почему сегодня и Герман Греф говорит о том, что банки начинают плакать. Почему? А потому что действительно происходят вот такие очень и очень интересные моменты. Дальше. Давайте еще некоторые экономические показатели. Я вам говорил, анализ, анализ. Что такое биткоин-кошелек? Это практически как пластиковая карта у каждого человека. Еще 10 лет назад, ребят, вспомните, вот кто, ну я не знаю, да, я думаю, там еще есть, 10 лет назад у кого еще не было пластиковых карт? Я, например, первый, что у меня, да, вот я поднимаю руку, 10 лет назад у меня ее не было. Я вообще к ней относился, думаю, да идите вы в баню с вашей пластиковой картой, я лучше буду деньги наличными держать. Что поменялось на сегодняшний день? Я думаю, что у каждого есть их по несколько карт, раз самых разных банков для самых разных случаев жизни. То же самое происходит и с биткоинным кошельком. То есть мы можем с вами получить и отправить криптовалюту только со своего кошелька. Смотрите, что происходит. 2013 год, сколько их еще? Да, порядка 100 тысяч. И 2016 год, уже практически 10 миллионов. Посмотрите, какой колоссальный рост количества биткоинов кошельков. О чем это говорит? Это говорит о том, что спрос на криптовалюту биткоин увеличивается, потому что люди открывают непосредственно кошельки. Теперь смотрим другую сторону. Открыли кошельки, отлично. Теперь мы смотрим, а какое количество транзакций, то есть операций, которые происходят. Смотрите, что происходит, дорогие друзья. Смотрим, опять мы наблюдаем. Посмотрите, что на сегодняшний день. И это постоянная динамика вверх. И это открытая статистика, ее никто не закрывает совершенно. Есть другая сторона картины биткоина. Потому что мы будем с вами сегодня рассматривать такое направление, как майнинг, то есть обслуживание системы. Так, что происходит? Что майнинг, сложность, видите, сложность увеличивается. Пока я вам не скажу, зачем нам это нужно. Просто вы должны увидеть, что сложность. Обработки и сложность майнинга в сети увеличивается. Дальше. Соответственно, вот из того, что мы с вами посмотрели. Из того увеличения использования кошельков. Из того увеличения транзакций и так дальше. При ограниченном количестве самых монет. Таких как биткоин, эфир и так дальше. Что происходит? Ну, мы прекрасно с вами понимаем, да? Хоть у нас Николай Валуев задумался. Мы прекрасно с вами понимаем, что при ограниченном количестве монет и преувеличивающем спросе, на них растет цена. Это как вырастает цена сегодня на нумизматические монеты, которые были, например, 50 лет назад. Потому что их гораздо меньше на рынке. И чем меньше их становится, тем выше становится их цена. То же самое происходит непосредственно и с криптовалютой. С той, которая, ребята, и здесь ответ самый важный. С той, которая реально внедряется в сектор экономики. Потому что криптовалют сегодня очень много. И предлагает их сегодня, вернее, не предлагает их, только ленивый. Но есть понимание одного, что если ваша криптовалюта, и вы о ней говорите, как о криптовалюте, дорогие друзья, она должна быть ликвидной. Что такое ликвидность? Ликвидность это когда, владея данной криптовалютой, вы ее пришли и в любой момент, необходимый для вас, вы обменяли ее на те деньги, которые нужны вам для жизни. То есть на те деньги, которые уходят в вашей стране. Вот это называется ликвидность. Поэтому мы работаем только с ликвидными криптовалютами. Мы не работаем с теми валютами, которые являются чем? Стартапами. Дальше. Почему сегодня опять революция на рынке криптовалют происходит? Потому что появился эфир. Эфириум, вот эта криптовалюта, она построена совершенно на новых инструментах. Если биткоин на блокчейне, то тот на базе смарт-контракта. Дорогие друзья, не буду что-то больше углубляться вглубь, потому что это сегодня важное. Важное, вы это можете послушать на презентации Александра Репринцева. Он просто шикарно об этом рассказывает. Я не хочу с ним соревноваться. Я хочу вам подчеркнуть только одно. Что смарт-контракт или блокчейн, вот что происходит. Это равносильно как калькулятор или самый современный, допустим, ноутбук. Эпплский ноутбук. Вот в этом есть разница, что дает в себе и какой потенциал технически кроет смарт-контракт. Поэтому эфир сегодня это та технология, это та криптовалюта, которая ожидает действительно очень и очень светлое будущее. И составит очень жесткую конкуренцию для самого биткоина. Дальше. Идем с вами. Маленькие цифры посмотрим. Вот мне многие говорят, да вы что, Алексей, какая там криптовалюта? Да ну зачем? У нас нормально и так хорошо, и без вас. У нас акции, кто-то говорит еще что-нибудь, а у вас вот не будет того, что будет происходить у нас. Я говорю, ребят, а я не хочу говорить то, что будет у вас, я не знаю, я не загадываю. Если у вас это случится, это здорово. Не случится, ну, к сожалению, не случится. Я вам могу показать то, что происходит с криптовалютой. Например, эфир за один год дал 3000%. Поэтому, когда я сегодня разговариваю с классическими мистерами, они мне предлагают инвестировать под 10-12, там максимум 20% годовых. Я говорю, ребят, но меня не сильно интересуют данные инструменты. Но это надежность, я говорю, это надежность, которая была в 20 веке. В 21 веке появились совершенно новые инструменты. Совершенно по-другому развивается бизнес. И вы не сможете пригласить человека, всего лишь предложив ему 20% годовых. То есть для того, чтобы создать для себя нормальный финансовый фундамент, вам надо прожить 25-30 лет. Ребят, кто из вас будет жить 25-30 лет для того, чтобы иметь возможность купить квартиру? Вот ответьте мне на вопрос. Плюсики. Кто будет ждать и минус, кто не хочет ждать? В чате пишем, кто готов 25 лет потихонечку, классически, инвестируя, вкладывать. Вот видите, то есть если мы с вами сейчас оцениваем реакцию рынка, ребят, реакция совершенно другая. Поэтому еще раз говорю, можно заниматься и классическим инвестированием. Только найти последователей в этом направлении очень-очень сложно. А я считаю, что даже и не нужно. Зачем идти против того, что есть сегодня, самого современного? И вот давайте отвечать простыми вещами. Вот я всегда говорю, пожалуйста, дорогие классические инвестора, я хочу вам сейчас показать тот инструмент, который будет вам давать минимум 10% в месяц. И это будет зависеть только непосредственно от вас, а не от кого-нибудь другого. И называется этот инструмент майнинг. Что такое майнинг? Мы с вами сейчас рассмотрим майнинг или трейдинг. Что такое майнинг? Майнинг сегодня это когда вы ставите оборудование. Если у вас есть много денег, вы ставите целые фермы с этим оборудованием, которые берет и работают в сетях криптовалют, обслуживая эти сети, подтверждая транзакции и так дальше. И за это обслуживание они получают вознаграждение данной криптовалютой, частичкой его. Это простым языком. И с моего личного опыта, я сам майнинг целый год, друзья мои майнинг, многие знакомые майнинг, с которыми мы сегодня говорили, и общаемся. Это в среднем 10-12% в месяц. Но это круче, чем 20% годовых. Однозначно. И кто бы мне не сказал. И единственное, что если у биткоина вы ставите оборудование, то в результате увеличения сложности через год она практически не окупается. Она начинает получать за добычу такое вознаграждение, что это окупает только затраты на электроэнергию. То, допустим, при майнинге эфира стоит оборудование, которое вы можете и через 3 года продать с понижением 30-40% от цены, которую вы покупали на сегодняшний день. И это очень хорошая и серьезная инвестиция. Мы сегодня с вами говорим немножко о других вещах. Майнинг, он не может быть постоянный. Он может сегодня тебе принести 5%, через 2 или 3 месяца принести 20% в месяц. Потому что тоже очень многое зависит от того, что происходит с валютой. Увеличивается сложность, например, да. Или происходят какие-то другие моменты, как в этом году происходит, например, с эфиром. И человек, который вкладывает эти деньги, он прекрасно понимает. Есть другая картина. Есть картина, когда работают на бирже криптовалют. И нам без разницы, повышается цена биткоина по отношению к доллару. Или понижается цена. Разницы никакой нет. На этом постоянно трейдер зарабатывает. Алексей, я чуть попозже отвечу на ваш вопрос. Или давайте даже сейчас расскажу. Где можно майнить эфир? Ребят, вот смотрите. Чем отличается облачный майнинг? Так называемый облачный майнинг. То есть у кого-то стоят это оборудование, а вам предоставляют возможность купить часть этого оборудования и получать доход. Вот он у кого-то стоит, реальные компьютеры, которые дают не более, еще раз повторяю, я это подтвержу, не более максимум 13-15% в месяц. Точка. Я не понимаю, как облачный майнинг может давать 25% в месяц. Вот у меня в голове не укладывается. Я говорю, покажите мне расчеты, покажите мне тот компьютер современный, который у вас стоит. Может быть тут все дебилы, а там вы какие-то уникальные люди. Ничего никто не показывает. К сожалению, на сегодняшний момент. Поэтому еще раз говорю, прежде чем вкладывать в майнинг куда-либо деньги в доверительное управление кому-то, сначала разберитесь с этой тематикой. Почитайте форумы и все остальное. Почитайте стихи специалистов. А лучше всего пообщайтесь с теми людьми, которые майнят. Поэтому, что выбрать, майнить или заниматься трейдингом? Трейдинг не зависит от этих вещей. Трейдинг существует в любую погоду. Да, то есть, когда, допустим, оборудование по майнингу даже временно люди отключают на неделю, на две. Нет, трейдинг все равно в этот момент работает. Почему? А потому что всегда на бирже происходит покупка и продажа. Всегда мы обмениваем доллары на криптовалюту, криптовалюту на доллары. Или, допустим, между собой криптовалюту меняемся. Это бесконечный процесс. Выбирать вам. Теперь. А вот теперь готовьте, ребята, калькулятор, потому что сейчас считать уже будем. Смотрите. Компания EFTRADE основана в 2015 году. В июле 2016 года она была зарегистрирована по адресу в Гонконге. И вышла работа через интернет. До этого момента компания работала непосредственно сама. Она не работала и не имела никаких отношений к продвижению через интернет пространство. На сегодняшний момент 14 языков на платформе работает уже более чем в 30 странах мира. 37 странах мира. В нашей, допустим, странах СНГ у нас есть официальный представитель компании. Это Александр Липпинцев. Вообще уникальный. Я говорю, ребят, уникальный молодой человек. Мне насколько с ним приятно общаться. Мне насколько приятно получать от него эти знания. Потому что, знаешь, если я бегал бы по интернету, мне пришлось бы на это уделить, я так думаю, не один месяц. Я у Александра в сжатом виде получаю это буквально в течение одного или двух разговоров, получая ответ на свой вопрос. И у него просто сумасшедшая база понимания и теоретических знаний, что такое есть на самом деле криптовалюта. Поэтому рекомендую всем однозначно прийти и хоть раз на его вебинаре его внимательно послушать. Вот эта команда нашей компании. Что предлагает платформа F-Trade? Дорогие друзья, для инвестора мы предлагаем взять в управление часть ваших свободных денежных средств и ежемесячно приносить вам доход в среднем от 15% до 25% в месяц. Вот у классических инвесторов сразу возникает фигня. Слово хайп. Я говорю, вы угадали. Правильно, это высокодоходные инвестиции. Финансовая пирамида. Я говорю, ну финансовая пирамида и хайп это совершенно разные вещи. В чем вы здесь увидели конкретно финансовую пирамиду? В ваших процентах. Я говорю, дорогие друзья, а теперь просто исходя из своего личного опыта, почему я с компанией сотрудничаю? Буквально еще год назад я торговал на рынке Forex 8 месяцев с использованием специального программного обеспечения от очень известных канадских трейдеров. Но это закрытая программа была. То есть они ее не сильно разглашают, они ее точно так же продвигают через партнерскую программу. Я скажу так, что торгой на новостях, я человек, который вообще не знал на рынке Forex понятия, я научился только открывать ордер, выставлять соответствующие метки на buy или на sell, больше меня ничего не касалось. Моя задача была, как только произошел вход в рынок, просто выключить, быстро нажать, а закончить сделку. Дорогие друзья, за месяц я поднимал депозиты от 50 до 100%. За месяц. Единственное, почему я это не делаю дальше, по одной простой причине, потому что брокеры Forex, как только видели, что у тебя это происходило, твоя работа заканчивалась буквально через месяц-полтора. Все, точка. Они не давали тебе работать. Зависал компьютер, платформа для торговли и многие другие вещи. Я ушел. А ребята продолжают делать это нормально, профессионально, дальше, потому что сидят в промежутке между сигналами по новостям, торгуют вручную, имитируют там эту деятельность. Мне это лично не подходит, но инструмент такой есть. И поэтому мне, когда говорят нет, я говорю, ребята, давайте я вам открою историю, покажу историю своих торгов. Они говорят, нет, не надо. Я говорю, чего так-то? Ну чего так-то? Поэтому это нормальный процент. Ничего сверхъестественного, дорогие друзья, здесь нет. Для нас компания, соответственно, предоставляет каждую неделю отчетность. Мы с вами видим, какой результат мы как инвесторы получаем. И, соответственно, почему трейдинг, еще раз говорю, он очень интересен в своем понимании для инвестиций. Потому что он волатильный. Это изменение цены именно на волатильности зарабатывает трейдера. Он хорошо прогнозируемый на сегодняшний момент, в отличие от Forex. Здесь действительно еще нету таких огромных игроков, супер больших и владеющих огромным количеством денег. Поэтому он хорошо прогнозируемый. То есть в понимании он гораздо проще, чем рынок Forex. Наша компания, конечно же, один из самых таких интересных игроков на этом рынке. И является крупной рыбой. Мы ее по-другому не назовем. Это и биржевой абертаж. Это потом вы узнаете, если захотите почитать, что такое. Конечно, в этом тоже участвуем. Потому что есть не одна биржа, а их несколько бирж. И участие в SEO альткоинов. То есть мы майним не только одну криптовалюту. Мы ищем лучшие предложения на рынке. Вот такие вот отчеты у нас происходят. Раз в неделю, в месяц и в год. Понимаете? И вот когда мне компания говорит, о, мы торгуем. Я говорю, а что, можно посмотреть? Нет, нельзя. Я говорю, почему? Это наша коммерческая тайна. Я говорю, Бонин, большое спасибо. Очень хорошо. Я пошел к той компании, которая может мне предоставить, по крайней мере, информацию для того, чтобы я оценил. Имел возможность сеть и проанализировать. И вот на этом сейчас мы подходим с вами к конкретному результату. Результату чего? Результату того, что же нам предоставляет компания. Первое. Инвестору. Это мы можем проинвестировать деньги через доверительное управление. И с вами мы сейчас это рассмотрим. Второе. Мы можем стать агентом по продажам. То есть работать финансовым консультантом. Третье. Для успешных финансовых консультантов компания дает возможность открыть офис и полностью оплачивать работу офиса. Четвертое. Мы можем с вами устроиться на работу. На работу. Ребят, устроиться на работу в компанию, в колл-центр. Кто хочет, пожалуйста, можете это делать. И компания рассмотрит вашу заявку, возьмет на работу. Стать трейдером компании. Потому что компания... Так, одну секундочку. Что случилось? Что за минусы пошли? Есть звук? Ребят, в чате поставьте звук, если есть плюсики. Если нет, то... Ага. Просто я не понял, что-то какие-то минусы у нас пошли. Да, начали сдвигаться. Ясно. Стать трейдером. То есть научиться торговать, пожалуйста. Компания тоже в ближайшее время уже будет обучать и русскоязычных. Это здорово. Очень хорошо. А теперь давайте более подробно посмотрим. Что же нам предлагает компания и как мы это будем делать. Первое. Депозит у нас создается в трех валютах. Это в двух криптовалютах. Это в биткоине и в эфире. И в долларах США. В долларах США мы принимаем только через платежную систему AdvoCash. Для любителей банковских карт у нас их нету. Поэтому никакого чарджбэка у нас не существует. Вот такой минус у нас в компании есть. Но вы все прекрасно понимаете, что не существует ни одной инвестиционной компании, в которой бы вы завезли бы деньги официально в инвестиции через карту, если вам потом потребуете совершить чарджбэк. Никто вам никогда не сделал. Чарджбэк возвращается только при покупке товара или услуги. Ребят, мы с вами вкладываем деньги в инвестиции. Поэтому, извините, но это однозначно здесь работать не будет. Дальше. Время. Минимальный депозит. Вот я эту цифру подчеркнул. 10 долларов минимальный депозит. Многие говорят, это же не серьезно. Я говорю, вы знаете что? Инвесторы бывают все разные. Если человек приходит, и он очень просто переживает, но действительно нет у человека денег. Я всегда говорю, если у тебя нет даже на минимальной, ты можешь начать работать совершенно бесплатно. Как это во второй половине? Если есть 10 долларов, положи и начинай работать с ними. Во-первых, потерять их не так страшно. Да? Потому что их всегда можно заработать. И, но самое важное, что вы в рамках нашей команды, а ту команду, которую организовал Саша Репинцев, я ему скажу так, я ему в ноги поклонюсь с тем, за то, какой огромный труд он проводит для того, чтобы обучать людей. Потому что мы все прекрасно понимаем, что здесь мы, допустим, активные люди, мы работаем. Мы часть своих денег инвестируем в эту компанию. Но у нас за спиной формируется опыт для того, чтобы мы инвестируем в другие направления, не теряли деньги, а наоборот находили возможности и их зарабатывали. И вот Саша в этом отношении организовал работу просто замечательно. Я действительно очень-очень доволен, что судьба свела меня с этим человеком. Дальше. Срок возвратного депозита. Ребят, вы деньги можете вывести хоть завтра. Проблем нет никаких. Депозит у нас не, как там говорят, да, не работа там 360 дней. Вы можете его забрать хоть завтра. Единственное, что есть условие. Если вы его забираете до 60 дней его работы, то на вас накладываются дополнительные штрафные санкции. Точка. Какие вы можете узнать у своих партнеров? После 60-го дня на 61-й можете вывести его полностью 100%. И никаких санкций не будет. Дальше. Возможность, и мы будем с вами дальше рассматривать. Если вы инвестируете в криптовалюте, вы должны быть готовы к тому, что курс криптовалюты волатильный, и вы можете либо выиграть на дополнительном росте криптовалютой, либо проиграть, когда она опускается. Поэтому в криптовалюте я рекомендую рассматривать инвестицию по крайней мере на несколько месяцев. Если вам деньги нужны будут уже сейчас, то желательно рассматривать непосредственно в чем в долларах. То есть, когда вы работаете, все, что у вас приходит в качестве ежедневной начисляемой прибыли, прибыль у нас начисляется в рабочие дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Как только у вас накопится 10 долларов, вы можете уже ставить на вывод. Вывод работает. Я сегодня получил второй вывод. Перед тем, как проходить вебинар, зашел, посмотрел как раз на своем биткоин-кошельке. У меня сегодня был вывод. Поэтому, когда задают вопросы, работают клиенты, я говорю «да». Теперь, у нас есть замечательный инструмент. Называется он «сложный процент». Дорогие друзья, кто знаком со сложным процентом, поставили мне, пожалуйста, слово «да». Кто не знаком, поставьте просто минус. Немножко разнообразим, а то плюсики, минусы вы ставите. Кто знаком, ставите «да». Кто не знаком, ставит «минус». Так, так, так. Есть, отлично. Гнездо Василий. Видите? Значит, есть у нас те люди, которые еще-таки знают. Для них мы сейчас и расскажем. Ребят, уникальный инструмент. Что он позволяет, Тамара? Он как раз тоже для вас. Этот инструмент позволяет вам получать более высокий процент. За счет чего? За счет одной простой вещи. Вот представьте себе, мы заходим с вами в банк и ложим деньги на депозитный счет. На год под 10% в, допустим, валюте. За год. 10%. Я бы просто взял среднюю цифру, потому что в каждой стране по-разному. И мы сидим год ждем, положили, допустим, 1000 долларов, в следующий год получили 1100. Но, если банк нам говорит, а мы вам предложим более лучшие условия, те же самые 10%, но с реинвестицией каждый месяц. Мы такие, ух ты, а что это такое, а что нам это даст? А даст нам это, что каждый месяц мы вам начисляем доход, допустим, там 0,9%. На 1000 долларов это 9 долларов. Но на второй месяц у вас уже работает не 1000, а 1009 долларов. И процент 0,9 будет начисляться на эту сумму. Представьте себе, да, это раз в месяц. А если это можно делать каждый рабочий день? То есть мы можем с вами поставить на автореинвест, и у нас это будет происходить, у нас тело депозита будет увеличиваться с каждой суммой, которая нам начислена в течение рабочего дня. И тогда давайте посмотрим просто, что произойдет. У нас там есть калькулятор, средняя доходность калькулятора здесь 0,87, то есть 0,87%. И вот здесь количество дней, это рабочих дней, ребят, не календарных, а рабочих дней. Смотрим. Если мы поставили сумму 100 долларов на 60 рабочих дней, то без автореинвеста у нас получается прибыль всего лишь 52 доллара 80 центов. То есть мы можем с вами вывести 5 раз в течение работы нашего депозита, 60 рабочих дней, мы можем 5 раз вывести по 10 долларов. Классно, отлично. Если мы ставим с вами реинвест, мы не можем вывести вот эти 5 раз, однозначно. Но у нас к концу 60 дня уже будет не 152, а 169 долларов. Есть разница? А теперь посмотрите, что произойдет, если мы с вами на 180 рабочих дней. Без реинвеста это всего лишь прибыль 152 доллара, а с реинвестом это 355 долларов. Чем дальше работать с реинвестом и чем выше сумма, тем соответственно больше прибыль. Какой инструмент выбрать? Это вы определяете сами. Это ваш личный план. Как вы собираетесь управлять своими деньгами в рамках данного нашей компании предложения. Поэтому я вам рассказал о том инструменте, который существует. Еще раз, 10 фактов о компании. Официальная компания с открытым руководством. Работа в инвестиционной сфере криптовалюты. Мы с вами разобрались. Высокий доход. Да, это действительно высокий доход от 15 до 25 процентов в месяц. Детальные отчеты. На русском языке. Возвратный депозит. То есть у нас проценты это чистые, без тела депозита. Русскоязычный сайт и поддержка. Молодая компания с хорошей репутацией. Бурное развитие, полная поддержка депутата по развитию. И СНГ это приоритетный регион развития в 2017 году. Плюсов огромное количество. О минусах мы с вами рассказали. Вот все, что мы с вами решили для инвестора. Дорогие друзья, те, кто хотел это рассмотреть чисто себе, как для инвестиций. Мое время для вас уже полностью закончилось. Вы можете нормально, спокойно выйти из вебинарной комнаты и идти дальше обдумывать это инвестиционное предложение. Для тех, кто хочет узнать, как помимо инвестиций еще здесь зарабатывать деньги и при этом значительно больше денег. Можете остаться и мы с вами поговорим как раз о партнерских программах. Что такое в моем понимании партнерская программа? Дорогие друзья, это очень хорошая штука. Вот маленький пример, вот Саша его приводит. Честно говоря, я был настолько поражен, я вот вам его показываю. Все сегодня знают, что такое служба такси. И тут на рынок появилось, во многим странам прокатилась забастовки против простого сервиса Uber. Что же случилось-то? А таксисты остались. Оказывается, они начали оставаться без работы, потому что через сервис Uber стоимость такси получается дешевле, и люди едут через него. И при этом капитализация этого сервера сегодня 51 миллиард долларов. Ребята, это просто астрономическая цифра. Сервиса, в котором нет ни одной машины для того, чтобы предоставить данную услугу. Правильно? И теперь что получается? А получается, ребята, вообще вещь просто потрясающая. Мы все сами знакомы с таким понятием, как сетевой маркетинг. Я его глубоко уважаю, но только тогда, когда он честный, открытый и на основании самых современных технологий. Раньше это было так. Ты должен купить товар у компании и попытаться его кому-то продать. И разницу оставить себе. Вот тогда ты герой, тогда ты зарабатываешь серьезные деньги. И сейчас многие компании так используют. Партнерский маркетинг, как и Uber, допустим, сервис. Ты пользуешься услугой, пользуешься. Ты платишь за нее деньги? Платишь. Отлично. Порекомендуй эту услугу, если она тебе реально понравилась. Мы обслужим того человека, а тебе выплатим вознаграждение. Понимаете, в чем разница? Купи и всунь, продай кому-нибудь. Научись быть продавцом. Ребят, поставьте мне, пожалуйста, семерочку. Кто любит быть продавцом? Семерку поставьте. Кто не любит, ставьте минус. Кто умеет профессионально и хочет продавать? Семерку в чате, кто не хочет этим заниматься, ставит минус в чате. Вот смотрите, да? Смотрите. У нас есть семерку, кто хочет и любит, и есть минусы, кто этим заниматься не хочет. Представляете, какая разница? А в сетевом маркетинге зарабатывать нужно всем. Ты если пришел уже в этот бизнес, то ты должен в нем зарабатывать. Потому что зачем его иначе начинать? Поэтому я говорю, вот почему очень многие в сетевом маркетинге, в старой формации, люди неуспешные, они не могут переступить через себя и не хотят учиться продавать. В партнерском маркетинге, то, что сегодня делают самые современные компании, мы пользуемся услугой, мы получаем от нее удовольствие, мы рассказываем окружающим и нам за это компания платит полонаграждение. Есть разница? Очень существенная. И вот инвестиция, это как раз та самая услуга, о которой лучше сегодня-сегодня говорить. Понимаете? Самое, что интересно, не надо открывать офис. Это как и для компании хорошо, допустим, как и нам хорошо. Ты можешь работать просто сидя за компьютером. Если хочешь открыть офис, ты можешь работать офис, выполнить определенные условия, и компания тебе за это заплатит деньги. Не надо свои деньги туда вкладывать. Не нужно подстраиваться под юрисдикцией стран разнообразных, потому что мы знаем, что в каждой стране свои законы. Не нужно платить налоги в той стране, где мы с вами работаем. Компания выплатила нам вознаграждение, и мы уже с вами тогда сами идем в налоговую инспекцию и декларируем свои доходы и платим налоги. Либо не идем в податковую инспекцию, не декларируем в доходе и не платим налоги. Выбор за каждым из нас. Не надо многонационального штата сотрудников, не нужно обучать персонал, не нужно платить зарплату. Для компании вот такой подход самый оптимальный на сегодняшний момент. Для партнеров обучение криптовалютам очень серьезные школы у нас. Это высокие доходы, да, реально высокие доходы. Старт без вложений в рамках партнерской программы. Работа в команде, пассивный доход в короткие сроки, карьерный рост, личностный рост. И теперь давайте мы просто с вами рассмотрим, а вообще почему партнерская программа, она действительно интересна. Вот смотрите, что происходит. Когда мы с вами работаем персонально, без разницы, на работе, да, как говорят у хозяина, я всегда говорю, у меня нет хозяев, когда я был на наемной работе. У меня есть те люди, которым я продаю свою услугу, и мне за нее платят. Если мне плохо платят, или у нас плохие отношения, я просто беру и иду, и ищу другого партнера, кому продать свою услугу. Так вот, когда ты работаешь сам, то у тебя есть всего лишь только 24 часа. И перепрыгнуть ты это не можешь. И в единицу времени ты можешь сделать только определенное количество действий, никак не больше. И тут ты начинаешь работать с финансовым консультантом. Вначале у тебя появляется там один партнер, второй, третий, четвертый, пятый. Ты не видишь еще результатов. Ты еще понимаешь, это как обычную работу, к которой мы все привыкли. Но со временем происходит, что появляются такие же люди, как и ты. Люди, которые хотят своей жизнью изменить что-то. Хотят действительно жить лучше. Увидеть мир. Я не знаю, помочь своим родным, близким, окружающим. Эти люди приходят, они с активной жизненной позиции. И они начинают говорить. Они начинают рассказывать людям, чем они пользуются. Рассказывать о том, где они своими деньгами управляют, и как, и что они с этого получают. Смотрите, что происходит. Всего лишь только, если один человек расскажет, и по его рекомендации придут пять таких же активных людей, а через времени те до пятой глубины, это получается... Да, вот опять не исправил 625. Опять вот, как говорится, да, слова не скажу, какое я про себя подумал, но подумал правильно, исправлю. Вот. У вас получается где-то порядка под 800 человек. И если это перевести в часы, то получается за тот же самый объем времени, вся ваша команда, ребята, выполняет то, что вы можете исполнить сами лично, допустим, за год. Вот что такое партнерская программа. Вот такая возможность появляется у каждого из нас. Сегодня у нас есть возможность по статусам, статус получить. Почему я говорю, что мы можем начать работать бесплатно, без денег? Человек говорит, нет у меня денег. Я говорю, у тебя есть желание в своей жизни что-то исправить? Есть. Говорю, ну давай будем пробовать. Испытывать твое желание, насколько оно действительно твердое, потому что говорить это одно, а делать каждый день это другое. Если вы начинаете работать, если вы начинаете рассказывать, в таком случае не о себе, а о тех людях, которые проинвестировали, и используете их в качестве примера, если человек по вашей рекомендации приходит и становится инвестором, вас компания дополнительно вознаградит. При этом у нас две формы вознаграждения. Первая форма вознаграждения – это от суммы депозита, которую человек вложит на счет. И вторая форма вознаграждения – это процент от ежедневной прибыли, которую человеку начисляется в рабочие дни. Здорово? Очень хорошо. Какие проценты? Вы можете посмотреть это в собственном кабинете. Сегодня есть замечательная возможность, что буквально последняя неделя у нас, что если вы заходите с личной инвестицией не меньше 100 долларов, вы пишете заявление в компанию, вам присваивается статус «Метрополис» при условии, что вы берете на себя обязательство в течение недели пригласить в первую линию 5 человек, и во вторую линию 10 человек. Это командная работа. Они должны быть активными инвесторами, то есть сумма их инвестиций должна составлять не менее 10 долларов, и общий объем инвестиций вашей команды из вашего персональной инвестиционной суммы должен составить не менее 1000 долларов. Легко это делать или нелегко? Скажу так, дорогие друзья, это принимать решение вы. Хотите – это сделать можно. Если вы сомневаетесь и не желаете, лучше это, ну, тогда и не приступайте. Есть у нас еще более высокие два статуса, вы можете их потом посмотреть для себя в кабинете, все это непосредственно есть. А теперь просто давайте посмотрим, что дает возможность, когда вы правильно строите, вот она, да, вот тут я правильно уже показал, когда вы строите партнерскую программу, когда у вас есть возможность, что вы пригласили 5 человек, и они повторяют ваши действия. За какой промежуток времени это произойдет, я не знаю. У кого-то это происходит в течение нескольких месяцев, у кого-то в течение года, у кого-то в течение двух лет, у каждого по-разному. Что произойдет? Вот мы смотрим. Здесь мы пригласили по одному, при депозите всего лишь 100 долларов, это получается 16 долларов вознаграждения. Приятная сумма, можно будет на эту сумму, по крайней мере, сходить в кафе с детьми посидеть, да, хоть немножко приятно детям сделать. Вот, а если вы это сделаете в данном случае, то здесь получается 4090 долларов. Это я пишу, это я взял статус Метрополис. При этом это командная работа, это не ваша персональная, это работа всей вашей команды. А теперь представьте, какая там огромная сумма инвестиций составляет, и какой процент вы будете получать каждый рабочий день. Принимайте решение сами, ребята, что делать и как делать. Рынок сегодня практически пустой. Так? Я вот только одного не пойму. Ага, так подождите, это... Почему-то старая моя. Как раз, да? Я ее смотрю, потому что, кажется, исправлял, а тут вот это висит. Старая, да. Надо будет поменять все. Есть дополнительные вознаграждения, когда вы работаете. Это за построение сети партнеров. И, соответственно, вы можете получить от компании дополнительные вознаграждения. Вот это та основная информация, которую я вам хотел сегодня донести. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Но перед тем, как отвечать на вопросы, я хочу спросить, есть ли у нас здесь Александр Паутов? Если есть, Александр, напишите просто слово «Есть». Александр Паутов, есть у нас или нету? В любом случае, если его нет, ребят, давайте от всей души просто человека поздравим. Александр, я вас по поручению Александра Черепинцева от всей души и от всей нашей команды поздравляю с выполнением как раз первой квалификации, которую мы сегодня говорили. Это 100 активных партнеров в вашей команде. Ребята, вам есть на кого равняться. Перед вами есть человек, который это сделал. Поэтому, еще раз повторю, кто ставит перед собой цель, он к ней идет и он ее выполняет. А тот, который просто говорит, ну не знаю, ну так вот и в жизни получается, ну не знаю. Так, у кого есть вопросы ко мне, сейчас готов на них ответить. Давайте, ребята, пишите. Вадим после очень хороший смайлик поставил. Так, ребят, ну, вопросы, вопросы в чате. Давайте, 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 давайте поработаем. Давайте поработаем. Я вас сегодня немножко напугал, что нужны будут калькуляторы, да? Тут большому сожалению моему, тут калькуляторов-то и не надо, потому что компания и так настолько все разложила по полочкам, что тут практически считать-то нечего. Ребят, вопросы. Да, молодцы все, поздравили Александра. Просто очень здорово, что такие ребята есть у нас. Что у нас есть профессионалы такого уровня, что у нас их с каждым разом становится все больше и больше. Промоушен на Метрополис до конца ноября месяца, дорогие друзья. Поэтому осталась буквально одна неделя. Одна неделя есть у вас такая возможность. Так, да, до конца ноября. Ребята, еще вопросы. Майнить будем? Нет, Алексей. Лично я майнингом больше заниматься не хочу. Потому что, говорю, там есть свои сложности технические. Там нужно уделять этому время. Я человек, который лучше посвятит работу просто-напросто в качестве финансового консультанта и на консультировании. Мне это больше нравится. Люди в очередной раз боятся потерять деньги. Анна, если люди боятся, пожалуйста, их не переубеждайте. Еще раз повторяю. Ваша задача дать информацию. Их задача оценить и принять решение. Вот и вся ситуация. Можно ли здесь потерять деньги? Как в любой инвестиции, конечно, можно. Как в любом бизнесе, который вас окружает. Вы вышли на улицу, пошли покупать хлеб в магазин. Может ли этот магазин закрыться? Элементарно. Не будет потока клиентов. Магазин закроется от того, что будет убыточным. Никто же от этого не идет и, как говорится, не испытывает чувства плохого. Любой предприниматель закрылся, пошел в другое направление работать. Поэтому, еще раз говорю, вы инвестируете только часть свободных денежных средств. Есть данный закон, будьте добры его выполнять. В Москве. Ребята, в Москве планируется открыть офис Москва-Сити. Только не от компании, а от партнеров компании. И, если не ошибаюсь, 9 декабря. Вот, поэтому, дорогие земляки, москвичи, скоро у вас будет возможность приводить людей непосредственно в офис нашего партнера. Так, что для этого нужно, чтобы рассказать людям? Альберт, что нужно для этого, чтобы рассказать людям? Ваше желание об этом рассказать. Вот и вся ситуация. Так, обучение трейдингу будет? Алексей, обучение трейдингу будет, но чуть позже, когда компания подготовит непосредственно для этого русскоязычных тренеров. Да? В Магадане открыли офис. Ребята, поздравляем вас, если вы в Магадане открыли офис. Дайте знать, когда будет открытие. Плюс, Олег, в чат в наш рабочий, пускай вас заведут, и вы там все это узнаете. Знание, сила, согласен. Так, я понимаю, что вопросов у нас больше ко мне нету в сегодняшний вебинар. Ребят, всем вам большое спасибо. Да, 86 человек. Запись. У нас есть, я вот еще представлю одного очень замечательного человека. Мы с ним познакомились в рамках именно работы с нашей компанией. Это Сергей Конегин. Вот он, ребят, это настолько вот просто уникальный человек. Запись обязательно будет, потому что у Сергея всегда все получается. Это человек, который, вот я беру просто с него пример, вот так как он работает, так как он ставит перед собой цель и как он к ней идет. Знаете, вот бывает иногда, что ни черта не получается. Вот ты работаешь, а вот ничего не происходит. Такое тоже бывает. Этот момент надо пережить, руки не опустить. Вот Сергей прямой этому пример. Так, все, ребят, всем большое спасибо. Да, Сергей потом выставит запись вебинара. Вот. И, соответственно, что? Вы можете брать это как инструмент, вписывать свои туда реквизиты, передавать для рассмотрения вашим кандидатам. Я думаю, что они сядут, услышат данную информацию и с огромным удовольствием сядут и с вами будут потом беседовать. Потому что я никого здесь не кричал, что мы самые лучшие пуперы, вы должны работать только с нами, а мы вам четко и ясно. Разложили все по полочкам, рассказали о наших условиях, рассказали о тех возможностях, которые предоставляет наша компания. И вы можете принять нормальные, взрослые, зрелые решения. Всем огромное спасибо. До встречи на следующей неделе. Следите за расписанием наших.